Как карты Таро помогают развить эти психические способности? Карты Таро говорят, что есть на данный момент, в каком направлении нужно двигаться, какая ситуация. Зная эту ситуацию, вы можете уже корректировать свои действия. Есть люди, которые, может, дошли до такого-то уровня, которые с помощью карт Таро начинают самонастраиваться. Берут там карты Таро, говорят, так, мое состояние такое-то, куда мне двигаться туда. Так, двигаемся, так, переговоряем карты. Понимаете, суть карт Таро в том, что карт Таро от того, как в каком состоянии находится человек, так он двигает карты. И он находится в правильном состоянии, то происходит процесс правильного перемещения символов. Эти символы говорят, что делать и как. Потом эти карты перемещает и смотрит, как текут процессы. Так, это процесс не туда. Так, корректирую. Дальше период карты. Так, знак. Правильный процесс. Движемся так. Так. Усиление процесса. Падение процесса. То есть, у карт Таро есть же разные, я еще знаю, уровни колод. То есть, полная колода и маленькая колода. Залезаемся от задач. То есть, в принципе, на каких-то высоких уровнях можно даже часто и практиковать. Ну, как бы, есть цигун и есть йога, да, и там люди практикуют и там практикуют. То есть, ну, важно поставленная цель и эффективность использования этой системы, насколько она эффективна. Тут важна не сама система, а цель и эффективность самой системы. То есть, если система малоэффективна, то потратишь больше времени и ресурсов, придешь к меньшему результату. Но, с другой стороны, некоторые люди какой-то системой, ну, по каким-то причинам не могут воспользоваться. Вот, например, человек, наверное, у него много лишнего веса, а ему нужно заниматься этим прямо сейчас. Ну, очень много веса. И он не может заниматься йогой. Ну, просто ему вот никуда не встать, ничего не поднять. А в цигуне как-то вот это делать немножко проще. Там есть движение, ну, как-то, и все-таки как бы человек не был. Может, толстый, да, но как-то он двигаться немножко может. Потому что стать какой-то вассанок при излишнем весе, это вот у меня знакомый, он занимался предхилитатовой, да. То есть, ему очень тяжело, у него был лишний вес, ему тяжело было заниматься йогой. То есть, может быть, он, конечно, сейчас уже и занялся и что-то из йоги взял. То есть, например, он фактически сразу начал заниматься четвертой ступени хатка-йоги. Но у него была, в принципе, ну, как бы первая ступень, то есть, духовно-нравственность у него была база достаточная, да. То есть, он стремился к просветлению. А просветление – это духовно-нравственная задача. Он понимал более-менее пропитание, да, то есть, а вот он как бы вот бросил, он перешагнул через пранаяму и перешагнул через асаны. Но у него были наработки. То есть, он за год вышел там на уровень, ну, по крайней мере, высококалифицированного инструктора кундалини-йоги. То есть, тогда, когда человек видит энергию, управляет своей энергией, очистил все свои каналы и может помогать другим. Ну, хотя бы какого-то количества людей. Сейчас очень стали модны такие кружки по кундалини-йоги, да. Приходит там человек какой-то, он ведет кундалини-йогу. Я как-то одно такое мадам видел. У нее, вот судя по тому, что видно, у нее нет ресурсов, чтобы вести кундалини-йогу. То есть, по уровню частоты ее каналов и психические возможности управлять и поддерживать окружающих. У него этого ресурса нет. И это видно, в принципе. Когда выйдете на этот уровень, тоже будете видеть. Но она там ведет. Она дает ему классическую практику скачок на копчики, там. Она не самая плохая, но она в известной степени опасная. То есть, она помочь человеку продвинуть энергию не особенно может. Люди делают примитивные вещи, она их немножко крышевает. Сейчас появились такие тоже вещи. Просто, если вы идете, например, путем классической йоги, к моменту, когда придет время заниматься кундалини-йогой, уже все будет готово. То есть, вот на грани. Вы начнете на копчике, а там уже накоплено столько. Вы уже надышались так, что вы уже, в принципе, энергией занимаетесь. Но неосознанно немножко. И вот на уровне кундалини-йоги уже пойдет осознанное управление энергией за счет внимания. Поэтому тут практика, форма практики значения не имеет. Но с помощью любой системы, в принципе, развивающейся можно прийти. И каждый, наверное, выбирает систему, то, которое ему ближе, исходя из его индивидуальных особенностей. По большому счету, если так говорить, ну, совсем с высокой точки зрения, индивидуальные особенности – это наличие тех или иных недостатков. Потому что, если у тебя нет тех или иных недостатков, ты, в принципе, гармоничный человек, тебе все равно чем заниматься. Ты можешь одинаково, интересно тебе будет заниматься и йогой, и цигун. Ну, просто ты в цигуне будешь брать самое тонкое, например, там они, а простейших форм будет мало. То есть, там для тебя, например, в цигуне есть несколько разных школ. Там есть школы, где очень много движений. Есть школы, где много концентрации. Когда ты выходишь на больший уровень, тебе много двигаться уже не надо. То есть, тело, оно у тебя здоровое. То есть, на уровне энергетики она, даже, например, энергии полечена. Ты просто сразу начинаешь работать с энергией. Энергия начинает уже подталкивать тебя в зону медитации. И потом и практика энергетическая, и практика медитации сливаются в одно целое. Ну, как оно в йоге, так оно, в принципе, и в цигун. Только вот разные формы. В принципе, есть какие-то формы йоги, которые очень напоминают цигун. Потому что, насколько я знаю, там асан в йоге, там сколько-то тысяч. Вот, наверное, у Димы спросить, я точно не знаю. 8 миллионов 400. Я думаю, что из этих 8 миллионов можно набрать комплекс, который будет практически не отличаться от йоги. От цигуна, извиняюсь. Спасибо. Вы не устали еще пока? Хорошо. У меня снова вопрос по поводу Таро. Но вопрос в той категории, что если Таро помогает развить самому человеку, который использует эти духовные и психические способности, является ли чем-то неестественным применение этих карт для помощи, скажем так, в вопросах другому человеку? Есть этика. Можно же сделать из кундалини йогу магию. То есть, на уровне кундалини йоги есть программа, например, помощи людям. А можно превратить ее в магию. Например, в энергетические. Ты можешь энергетические людей воровывать, научившись управлять энергией. То есть, повернуть. Ты достиг уровня управления энергией. И естественный путь ты это делаешь самым естественным способом. Можно это заняться как в черной магии, воровать у окружающих. То есть, у тебя умение появляется, и ты начинаешь, ты уходишь естественного пути, уходишь на паразитический путь. То есть, развил ты интеллект, ты можешь развиваться как человек, можешь использовать интеллект, чтобы порабощать других. То есть, как ты будешь использовать ресурс карт Katarot? Их можно во зло использовать. Если ты знаешь информацию о человеке, ты можешь воспользоваться его возможностью. Вот есть гороскоп. Ты приходишь, ты говоришь какие-то данные о себе. Составляется гороскоп. Человек, который составляет гороскоп, знает о тебе, в том числе, твои слабые места. И может на тебя оказывать воздействие, например, зная твои слабые места, на некоторые, на какие-то точки надавливать. Так как человек умеющий работать с Таро, может с помощью Таро что-то тебе определить и с помощью Таро, например, тобой управлять. Есть такие люди, которые подсаживаются на Таро. Вот есть люди, которые используют Таро не как духовную систему, а как бизнес. Ты берешь, приходит женщина, у нее какие-то проблемы. Иди так, подашь ему информацию, что она тебе придет еще раз. То есть ты дашь ей какой-то совет, который ее успокоит на какое-то время. Она будет довольна, даст тебе денег. В какое-то время она проживет счастливо. То есть твой ответ ее устроит. Это твой ответ. Ее сознание придет в такое состояние, что она удовлетворена, она перестала страдать. Но придет опять какая-то следующая ситуация. Она опять тебе придет. И она будет так антивична. Она не будет меняться, ты будешь только удовлетворять вот эти потребности. А задача Таро помочь человеку приподняться. Задача йоги не сделать человека властелином окружающего мира. Задача человека научиться управлять спрещу собой и уметь гармонизировать, утончать этот мир. В любой момент можно, как, например, в магии. Есть магия белая, это помощь человеку. Есть магия черная, это как бы попытка украсть ресурсы других, чтобы самому не производить никакую работу. То есть, когда включаешься в определенную иллюзию, да, но внешне есть эффект сбора ресурсов. Есть ли еще вопросы? Тогда можно я еще один вопрос задам? Но помните, что у нас есть тема, и мы как бы не личные вопросы задаем, а все-таки как-то более или менее при теме. А есть ли помимо вот карт Таро какие-то другие способы развития духовно-психической энергетики и себя самого в такой своеобразной игровой форме? Знаешь, на самом деле, я бы сказал, игровую можно назвать творческой. Потому что понятие игровая, ну, понятие игры, она может быть иметь и отрицательную сторону. Как игра? Игра может быть на того, чтобы там у кого-то счет отнять. Переиграл, забрал. А творчество, оно же конкретно, это в развитии. То есть, это увеличение, либо это увеличение... Ну, в принципе, красота, это тоже качество. То есть, это увеличение качества. То есть, используешь какую-то примитивную систему, набираешь качество. То есть, таких систем, как Таро, много. И Таро может быть далеко не самый лучший способ. Я думаю, что Таро – это предаток какой-то системы, который бы был. А вот есть астрология. Я когда занимался астрологией, занимался в аэзийской школе. Там нам сразу сказали, ребята, астрология – это одна шестидесятая часть Авесты. Она помогает. Задача астрологии – поднять человека над социальностью и показать ему духовное направление. То есть, можно, конечно, с помощью астрологии и выгодные вещи делать какие-то для себя. Смотреть, когда будет опасность, когда правильно сажать растения, когда лучше всего зачать ребенка, когда надо начинать войну, если это неизбежно. Когда надо начинать, например, строить фирму, когда лучше цикл идет, например. Или когда, например, нужно почистить печень, когда самое лучшее выгодное для этого времени, когда природные циклы хорошие. То есть, таких систем очень много. Например, в зарастризме, в авистийской астрологии – это часть зарастризма. Астрология – это одна шестидесятая часть, 60-я, если не ошибаюсь, от системы. То есть, можно пытаться, конечно, на одной астрологии ехать. Ничего не надо не забыть, что астрология делится на расчетную астрологию, медицинскую, духовную, предсказательную. Какая там она еще есть? Есть несколько разных направлений в астрологии. То есть, это все астрология. И, в принципе, можно составлять гороскоп, учитывая все эти моменты. Но просто время, потраченное на твой гороскоп, оно будет все эти моменты учитывать. Оно может быть целый день. Вот ты встал с утра, и там, предположим, астролог тебе выдает все эти гороскопы. И вот ты там до вечера посидишь, а то, может, еще несколько дней, а то и больше даже, если еще особенно информация не очень тебе усваивается. То есть, астролог – это тот, кто собирает информацию, которая написана вот там. Он сверяет ее с тобой, уточняет, начинает тебе выдавать. И он смотрит, насколько ты это понимаешь, то, что он говорит. Поскольку язык звезд – это система, которую он считывает. И он интерпретирует эту систему, исходя из каких-то базы знаний, выдает тебе на твоем языке в той форме, в которой ты это можешь использовать. То есть, астрология – это одна часть. В Зарасризме есть специальные практики. Например, в нужный день нужно зажечь свечи в определенном направлении и производить какие-то молитвы определенному божеству. Почему это делается? Через огонь Зарасризм включается в природу Творца. То есть, его точка входа – это огонь. Они работают со стихией огня. То есть, в определенное время нужно в определенном направлении. Почему на определенном направлении? Потому что энергии, они работают… У них тоже есть какой-то спектр движений. Если ты ставишь огонь каким-то вектором, то через стихию огня в этом направлении идет наибольший ресурс на тебя. Ты читаешь какие-то там мантры Зарасризмские, то есть, идет дополнительное включение ритма. В определенный день работают какие-то мантры сильнее, какие-то слабее. То есть, в принципе, в других традициях в принципе то же самое может быть. То есть, вот запускается такой-то механизм. А есть еще 60 вещей, которые тоже являются частью практики. Астрология. Просто мы про астрологию как бы знаем. Про ритуалы, например, в Зарасризме мы ничего не знаем практически, ничего. А если увидим со стороны, нам кажется, странным. Вот йогой нам не… Есть же еще и астро-йога, например, направление. То есть, мы с йогой знакомы, астрология с астрологией знакомы. Мы говорим, ну да, это йога, астрология – это нормально. А что там за свечки ставить? Там 1 мая на север поставить свечки и читать мантры там Ахурамазди? Это что-то странное. Это он какой-то там, не знаю, фанатик он какой-то, да? То есть, ну, почему ты принимаешь тогда астрологию и там принимаешь астро-йогу, а не принимаешь это? Это вещи… Это одно… Это другие лепестки цветка. Вот эта система, например, везти измена как большой совокупный цветок, в котором там есть листья, корни, тычинки. То есть, они все вместе создают целостную систему, которая позволяет существовать этому миру. Системы много. Карта Таро – это тоже часть какой-то системы. Я не думаю, что они сами по себе существуют. Если тарты Таро существуют сами по себе, это уже будет ближе к магии. То есть, магия, она… У магии нет конечного результата. То есть, задача магии – это обретение власти над миром. То есть, обретение власти над миром, как правило, приводит к раскрытию эго, к деспотизму и к войнам, соответственно. А войны к разрушению. Человек, который всегда идет в войны, на определенном этапе сам погибнет. Ну, либо, если не погибнет, то будет очень серьезно страдать. Благодарю. Субтитры создавал DimaTorzok